Партизанская война Освобожденный Держинск, 1945 год, ранняя весна. Девушка бежала по улице, красивая, юная, в высоких сапожках. Прослый военный убегал от нее со всех ног. Мужественное лицо исказилось просто мистическим ужасом. Так бывает в кино, когда закоренелый рационалист встретит восставшего мертвеца или ведьму на метле. В конце концов мужчина оторвался от преследования и свернул за угол. Так закончилась последняя встреча партизанского командира Николая Веселовского и его однополчанки Ариадны Козей. Ее мама, Анна Козей, подпольщица, была казнена фашистами в Минске, одной из первых. Ее брат Марат Козей, одновременно разведчик и боец партизанского отряда. Попав в облаву, 15-летний мальчишка подорвал себя, чтобы не попасть в плен. И она, Ариадна, 17-летняя девушка, красавица-огневка. Ни пули, ни обморожения, ни операция без наркоза не смогли убить ее. Она осталась жива, но до конца жизни смазывала ножные протезы, чтобы они, предательски скрипнув, не выдали ее тайну. В деревне Станьково в начале века Козеем был чуть ли не каждый третий житель. Для того, чтобы не путаться, им давали клички. Анна Козей была из Юлиновых, Иван Козей Толенов. Молодожены поселились в этом доме. У них были одинаковые фамилии, и уж имена своим детям они дали такие, что в Станьково их точно не могли ни с кем перепутать. Марат, Ким, Нелла, Ариадна. Марат с первых лет знал, что его назвали в честь линкора, на котором в юности плавал отец. Получалось, как у Маяковского, которого ребята повсеместно цитировали. Марат Козей, человек и пароход. Позже история закусит свой хвост, и уже корабль Тихоокеанской флотилии назовут в честь маленького белорусского хлопчика. Корабль Марат Козей до сих пор курсирует по маршруту Владивосток-Пекин. Ариадна же об истории своего имени даже не подозревала. В госпитале ее будут спрашивать, не ты ли дала нить тому парню из лабиринта? А деревенская девушка будто всерьез. Нет, не я. А как звали парня? А затем размышлять. Что же это за слово такое интересное? Лабиринт. Иван Козей очень любил детей. Еще в 20-х годах в бывшей усадьбе графа в Чапских был открыт детский дом. И отец Ариадны в некоторое время проработал там штатным электриком. В те времена он принял к себе сразу двоих сирот. Андрей Пичугин и Костя Шуйский стали практически членами семьи Козеев. Старший из них Костя первым принесет весть о том, что Ивана Георгиевича арестовали. Председатель товарищеского суда, передовик производства, был приговорен к 10 годам заключения. Как его судили, суд был открытый. Значит, Аня, жена, привела детей. Ада сидела, а Марат пришел, сел на колени к отцу. Вот во время суда. Для семьи Козей это время стало одним из самых страшных периодов. По своему эмоциональному накалу сравнимым с событиями будущей войны. У мамы Марата Ариадны после оглашения приговора помутился рассудок. Она пела, плясала, воображала себя невестой и в этом припадке чуть не повредила своей младшей дочери Нелли. Ариадны взрослый родственник, который оказался рядом, успели забрать у женщины грудного ребенка. Из воспоминаний Ариадны Козей. С мамой творилось что-то непонятное. Она по девичьей звонко хохотала. Кофточка на груди разорвана, жакет нараспашку. Коса упала на грудь. Серые большие глаза стали темными-темными, горящими и дикими. Ее усадили на скамью, а она весело сопротивлялась. Ей хотелось петь и плясать. Кто-то догадался вызвать скорую помощь. Она ходила по деревне Станьково и вот не связно говорила, ходила. Не прибрано там, не расчесано. Вот у нее вот такое временное было. Пятеро детей, мало-мало меньше, остались одни. Через две недели Анна Козей вернулась домой уже в здравом рассудке. Но еще долгое время несчастной женщине приходилось по часам принимать психотропные препараты. Как жену врага народа ее выгнали из института, уволили с работы. Дважды матери будущего героя СССР пришлось побывать в тюрьме. Позже, в 50-е годы, и ее и ее мужа полностью реабилитируют за отсутствием состава преступления. Несмотря на эти испытания, и Анна Козей, и ее дети остались твердыми приверженниками советской власти. Мать продолжала ставить в любительском драмкружке патриотические пьесы. Ариадна пыталась вступить в комсомол. Правда, как дочери врага народа, ей в этой чести отказали. Смотрите далее. Почему фашисты переодевались в советскую форму? И как дети отличали своих от врагов? Для чего партизанам линолеум? И зачем Марат Козей забирался на церковный купол? Еще через несколько дней к детям подошел человек в новенькой форме старшего лейтенанта. Он сказал, что отступает вот уже третий день, очень голоден и хотел бы узнать, какова обстановка в городе. 12-летний Марат вызвался сходить за молоком для бойца. Но вместо этого привел с собой несколько красноармейцев. Одна из распространенных ошибок фашистских диверсантов, которую они допустили и в этот раз, это новенькая одежда и чистый вид. Три дня отступлений, но блестящая портупея, начищенные сапоги и выглаженная форма. Кроме того, шпион повесил неправильно и кобру с пистолетом. Не на бок, а почти на самый живот. Марат Козей сразу заметил это несоответствие. Отступающие и бывшие военнопленные начали собираться в первые партизанские отряды. Марат Козей на кладбище прятал найденное в лесах оружие, вместе с сестрой расклеивал по деревне сводки с фронтов. Вскоре Аде и Марату дали первое серьезное задание – выкрасть из кинобудки кусок линолеума, которым был услан пол. Дело в том, что линолеум – это отличный материал для гравирования, и он был нужен партизанам для изготовления фальшивых печать. Это здание Дома офицеров. Еще за год до войны Ариадна через дыру в заборе воинской части пробиралась сюда, чтобы посмотреть кино. В 41-м ей с братом нужно было проникнуть уже не в зрительский зал, а в кабинет киномеханика. Чтобы отвлечь внимание немцев, дети взяли с собой чуть ли не путь яблок. Ариадна начала продавать их немцам, а Марат играл поблизости. Мальчик незаметно ушел за угол здания, а девочка громко торговалась, отказывалась брать советские деньги, требовала пфенинги, ругалась с теми, кто взял товар без оплаты. В этом гвалте никто не заметил, что 12-летний мальчишка отошел за угол. Через 10 минут он вернулся, уже неся отрез линолиума под рубашкой. Долго так продолжаться не могло. В конце концов на маму Ариадны кто-то донес. Ее арестовали. Уходя, она успела крикнуть своим детям, «Адочка, береги Марата, берегите друг друга. Я к вам обязательно вернусь». 26 октября 1941 года стал самым ужасным в истории военного Минска. Первая публичная касть. Сколько их еще будет, но потом восприятие будет притуплено усталостью, голодом, эмоциональной измутанностью. А именно в первый раз минчане были по-настоящему шокированы происходящим. В тот же день была казнена и Анна Козей. Ее последние минуты в кадр не попали. Известно лишь, что погибло вместе с Николаем Камаловым, Иваном Домаревым, которые были прописаны в документах как отец и брат Риадны. На тот момент ему едва исполнилось 13. Он знал, что его дядя Николай уже собрался уходить в лесные бойцы, а потому долго и безрезультатно он спрашивал взять его с собой. А немцы были, школу открыли, а в школе мой брат Гитлера нарисовал и с Маратом они в это Гитлера там шпыняли на доске. Школу эту быстренько разогнали, и Марат и этот мой брат прятались везде. Потом этот Марат попал в партизаны, разведчиком. Из воспоминаний командира партизанского отряда Иосифа Апоровича. Каково же было удивление, когда из-за кустов вышел мальчонка. Это был Марат. Что же ты его привел сюда, напустился я на Николая Козея. Он твой родственник? Племянник. Но я его не приводил. Я его окаянного и не видел даже, и патруль ваш его не увидел. Марат Козей оказался незаменимым разведчиком. Он владел немецким языком, был артистичен, сообразителем. Культовый фильм Андрея Тарковского «Иваново детство» словно срисован судьбы белорусского мальчика. Марат также переодевался в нищего, старательно пачкался и отправлялся к немцам. Он мог прийти прямо в немецкие казармы, там распевать для фашистов песни, а потом, разузнав все необходимое, спокойно вернуться в лес к своим. Благодаря его данным, партизаны устраивали на дорогах безошибочные засады, в которых участвовал сам Марат. Он смелый был, хлопец. Он такой, хлопец был оторвиголова. Вот он залазил на Санковскую церковь, там наверх. Наблюдали, с какой стороны будут двигаться немцы. Ариадна была старше. Ей было уже 15. Как и многие другие, она приписала себе еще один год и без проблем была принята в соседний партизанский отряд. Однополчане вспоминали ее как одного из самых смелых бойцов. Девочка не только стояла в дозорах или ездила за хлебом в деревню, но и участвовала в боевых засадах с ожесточенными перестрелками. Смотрите далее. За что Ариадну Козей угрожал расстрелять собственный командир. Почему Марат даже во сне не расставался с двумя гранатами. И как долго Ариадна писала письма своему уже погибшему брату. Вы узнаете через несколько минут. С самых первых дней в отряде Ада узнала, что многие девушки в партизанских лесах выходили замуж. Конечно, ни о какой свадьбе и речи быть не могло. Браки просто оформлялись приказом по отряду. Иногда так создавались хорошие, крепкие семьи. Но большинство пар в таких жестких условиях быстро распадались. Юная Ариадна Козей ни о каком замужестве и не думала. В соседнем отряде, правда, был парень, который ей нравился. Но дальше записочек дело не шло. И вот однажды, когда весь взвод уехал на боевое охранение, к Ариадне подошел командир взвода. Это был очень видный мужчина. Кадровый военный, красивый, рослый, с цыганскими глазами. Уже в 1942 году его наградили орденом, что в то время для партизан была большая редкость. И вот товарищ командир предложил несовершеннолетней девочке свою руку и сердце. Ариадна в ответ начала хохотать на весь лес. Официальная биография Ариадны стала в Советском Союзе бестселлером. Книга разошлась в тиражо в несколько сотен тысяч экземпляров. Ариадна Ивановна, будучи уже знаменитым учителем, настаивала, чтобы в ней были освещены не только патриотические эпизоды, но также все неудобные темы. И для своего времени эта книга получилась более чем откровенна. На некоторые компромиссы с советской идеологией Ариадна все же пошла, например, умолчав об аресте матери или о теплых отношениях ее бабушки Зоси с семьей графов Чапских. Но при этом сестра Марата Казея опубликовала историю своего репрессированного отца, а также историю Николая Веселовского, который своими домогательствами просто сживал ее со свету. Если вначале ада отшучивалась, то вскоре ей стало не до смеха. Однажды девушке пришлось босиком убегать в санзвод от собственного командира. Кроме того, взрослый мужчина начал изводить несговорчивую невесту приказами. Он посылал ее в секретные дозоры по 20 часов без смены, отправлял на хозяйственные операции, не давая отдохнуть. Это было не просто тяжело, это было опасно. Ведь усталый человек может ошибаться, а в бою ошибка часто стоит жизни. Рядовые партизаны сочувствовали ориадне, подбадривали где могли, подменяли, но пойти против командира не смели. Когда девушка решила перейти в соседний отряд к брату, Веселовский обвинил ее в дезертирстве, осыпал площадной бранью и даже грозился расстрелять. По какой-то причине Николай Веселовский был уверен, что штаб в этом конфликте встанет на его сторону. Однако командир роты Михаил Аскерко только посетовал, что ориадна не может ударить своего командира по морде. Вот даже в адаптации истории для юного читателя сцену со сватовством убрали, а предложение о пощечине оставили. После этого инцидента за Веселовским внимательно следили. Если снова начнет придираться к девочке, сразу докладывайте в штаб. Таким было негласное распоряжение по отряду. Младший братишка к тому времени превратился в настоящего воина. У него был конь, винтовка, пистолет, две гранаты, которые он всегда носил с собой. Однажды Рядна спросила у него, почему ты никогда их не оставляешь, даже спать ложишься с ними. Марат честно сказал сестре, что одну приготовил для фашистов, а вторую оставил себе. Фашисты напали на партизанскую зону в январе 43-го. Два отряда взяли в кольцо. Часть людей смогли прорваться из окружения, но Рядна осталась внутри ловушки. Разбившись группами, партизаны пытались найти еще один выход. Однако им не повезло. Рассвет застал окруженцев в очень неудачном месте. Они оказались всего в 50 метрах от стоянки противника. Сотни вооруженных гитлеровцев неспеша раскладывали костры, варили кашу, обедали, любовались закатом. И все это время в соседнем кустарнике несколько десятков человек замирали, вжимали снег, старались ничем себя не убить. Из воспоминаний о Рядной Козее. Сначала мне было ни холодно, ни страшно, но пролежав в неподвижности на снегу часа 3-4, я начала замерзать. Ноги стали нестерпимо ныть и болеть. Я попыталась, лежа на животе, постучать задниками друг о друга. Стук получился неожиданно громкий, и Веселовский посмотрел на меня угрожающе. Потом я перестала чувствовать боль в ногах, и вообще перестала думать о них. Когда фашисты ушли, и Рядна снова смогла двигаться, она уже не чувствовала ног. Девушке еще предстояло трое суток бродить по лесу, отбиваться от волков, ухаживать за ранеными, видеть галлюцинации, и только после этого свалиться в горячки. Нали бурки, срезали просто с ног. Ног она так и не почувствовала. Рассказывала, что были снежно-белого цвета кожа, не шевелились пальцы. И потом, чтобы что-то одеть, ей дали лапти, о которых уже тогда, ну, забыли давным-давно в деревнях. И вот в лаптях с отмороженными ногами она уже продолжала путь свой дальше. Несколько дивизий были сняты с фронтов и отправлены в тыл, для того, чтобы раз и навсегда покончить с бунтовавшимися белорусами. Силы были неравны, и бригада Ариадны выходила из окружения и снова попадала в очередное кольцо. Это была настоящая загонная охота. Партизаны неделями уходили от преследований через лес по руслам замерзших рек. На одной из стоянок, прямо в лесу, без наркоза, обычной пилой, Ариадне, Ивановне, Козей ампутировали ноги. На тот момент ей едва исполнилось 17 лет. Даже водки ж не было, самогонку по деревне искали. И отрубили, отпилили обыкновенной пилкой, как она называется, пила небольшая. По-живому пилили ей ноги. Вот это она так рассказывала. Да. Это только она, наверное, могла выдержать. Еще два месяца после операции ей предстояло провести на телегах и в лесных шалашах. При этом в обозе не было даже щелочи, чтобы постирать бинты. Медсестре приходилось выкапывать на полянах мыльный корень. Покалеченную девушку проведали бывшие однополчане. Подошел к ней Николай Веселовский. Он не стал извиняться за былые домогательства, а лишь позлорадствовал. Он не захотел быть со мной. Так теперь сгнивай заживо, кому ты такая нужна? Но сломить Ариадну было непросто. 17-летняя белорусская девочка прошла все эти испытания. В июне 1943 года ее переправили на Большую землю. В самолете также должен был лететь и Марат. Партизаны раздобыли для мальчика направление в Суворовское училище. Но парень наотрез отказался улетать в тыл. Сказал, что обязательно будет учиться на военного, но не раньше, чем кончится война. На фронт младшего братишка Ариадны никто бы не взял. Поэтому война для Марата закончилась бы не разрушенным Рейхстагом, а освобожденным Минском. До 3 июля оставалось всего два месяца, когда 14-летний партизан вместе с начальником разведки Владимиром Лариным были окружены в деревне Харамецке. Взрослого застрелили. Марат засел в придорожном кустарнике, а после израсходовал все патроны и одну гранату, закричал, что сдается. Подпустил полицаев поближе и сорвал чеку. Ариадна узнает эту историю только после войны, когда вернется домой. Родственники боялись, что такая новость убьет девушку. Поэтому до последнего писали ей о том, что с Маратом все нормально. Просто письма постоянно где-то теряются. Потому Ада долго еще писала письма уже убитому брату. Выписывала для него одесса всех суворовских училищ, настойчиво просила фотографии. Ариадна Ивановна Козейна училась ходить с помощью протезов. Однажды в Держинске она случайно встретила на улице Николая Веселовского. Из воспоминаний Ариадны Козей Он поднял глаза, узнавая и не узнавая меня. На его лице был явный ужас. Он попятился от меня, поспешно хватая за изгородь, а я шла прямо на него, еще не понимая его испуга. Глаза его безумно перескакивали с лица на мои ноги. И тогда я пошла еще быстрее. В самом деле, он же знал, что у меня нет ног. Веселовский, совсем не трусливого десятка человек, Николай Веселовский побежал от меня, то и дело оборачиваясь. Превозмогая боль, я стала его догонять. Боже упаси! Я, очевидно, и сама бросилась бы на утек, вздумая он остановиться, но слишком уж велик был соблазн довести игру до конца. Думаю, не иначе он принял меня за ведьму, которая явилась с того света, рассчитаться с ним за все. Пусть не сразу, но судьба покрывала свои счета перед девушкой-партизанкой. Полицаи, убившие Марата Козея, были найдены и отданы под суд. Сама Риадна закончила институт, вышла замуж, родила двоих детей. В 1965 году ее брату было присвоено звание Героя Советского Союза. Человек просто на невероятного мужества. Я не знаю, я таких людей не встречал в жизни никогда в своей. Без двух ног, 17 лет, за рулем. Всегда все делала сама. Никогда никому ничего не было должно. На уроках она никогда не сидела. Какой учитель может вести урок, сидя? Это уже не учитель. Стройная такая, тоненькая такая, в сапожках таких очень красивеньких. Я даже не предположил, что у нее нет ног. Потом она меня пригласила, и я с ней два круга станцевал. Спустя три года Ариадна также получила звезду героя, героя труда. Она будет преподавать детям белорусский язык и литературу. Утверждать, что послушание это бить школы, а лучшие ученики это неурымзливые, то есть неудержимые. Никто бы и не подумал, что это вообще можно пережить. А она пережила и беды, и радости, свою страну, и свой собственный век. Совсем недавно, в 2008 году, Ариадна Ивановна была похоронена в семейном склепе на Северном кладбище под Минском. А значит, смогла увидеться с братом после 65 лет разлуки. Партизанская война. Легендарная страница белорусской истории, с которой снята и патина времени, и торжественная позолота. Благодаря архивам и личным свидетельствам начинают проступать изображения живого человека, без ретуши, парадных костюмов и постановочных сцен. ЦИКЛ ПАРТИЗАНЫ ДЕСЯТЬ РЕАЛЬНЫХ ИСТОРИЙ О РЕАЛЬНЫХ ЛЮДЯХ СССС aur этого ПАРАТИЗАНЫХ ИСТОРИЙ Субтитры создавал DimaTorzok